В начале 1934 года Абакан потряс скандал государственного масштаба. В Хакасии разоблачили подпольную контрреволюционную группу из трех десятков человек. В списке арестованных известные литераторы, учителя, работники культуры и партийные деятели. Все без исключения хакасы – цвет молодой национальной интеллигенции. К изумлению обывателей оказалось, что эти образованные и уважаемые в области люди объединились в шайку под названием «Союз сибирских тюрок», чтобы совершить в Хакасии антисоветский переворот. Создать независимую республику, вывести составы СССР и сделать государство под протекторатом Японии. Вот так волна показательных политических процессов докатилась до Хакасии. Идея о преобразовании национальной области в республику в составе СССР была извращена до абсурда. К шитому белыми нитками делу еще и соседи пристрочили. В числе арестованных оказался Константин Самрин, автор первых учебников на хакасском языке. Он понимает, что попал на скамью подсудимых не случайно. Органы НКВД давно взяли на карандаш практически всех начинающих литераторов области, аккуратно фиксируя малейшие неточности и ошибки в их текстах. А претензий к Самрину накопилось предостаточно. Издания национальной литературы не всегда классово выдержаны. Например, автор Самрин в букваре для взрослых дает такое определение рабочим фабрикам. Рабочие фабрик и заводов хлеб не сеют, скотоводством не занимаются, их нужно кормить. Получается, что советские трудящиеся оказались бездельниками на иждивении деревни. Цензорам плевать на неизбежность языковых казусов в период становления хакасской письменности. Во-первых, многие русские понятия просто отсутствуют в хакасском языке. Как их переводить? Во-вторых, жители области продолжают говорить на разных диалектах. Одно и то же слово в разных уголках хакасии может иметь совершенно разные значения. Писалкательница, проверяет, сагается, может быть, сам расхождение, обратный перевод делает с хакасского обратно на русский и получается бессмысленность. И вот эти расхождения оценивались как намеренные. Конечно же, вот в переводном материале найти искажение, это, ну, очень много шансов. Самые страшные искажения идеологические. Как ни странно, в лидеры по числу грубейших политических ляпов выбился учебник по арифметике. Вот строчка из задачки на счет. У МАНО зимовало 100 коров и 200 овец. Ну, разве может честный советский гражданин иметь зажиточное хозяйство в 300 голов скота? Вот если бы вместо имени МАНО стояло слово «колхоз», тогда другое дело. После первых скандалов авторы стали писать осторожнее, но получали выговор даже за это. Так публичный разнос устроили Топанову за безидейность. В книге «После букваря для взрослых. Совета Аллы» автор Топанов в стихотворении на смерть Ленина ограничился сухой констатацией факта. Умер, мол, и все. Нет призыва к бодрости, к новым боям за социализм. Есть безнадежность, бесперспективность. Бесперспективность цензоры углядели и в безобидном определении роли печати, за что Самрину снова поставили на вид. Самрин написал, что с помощью газет мы узнаем о жизни народа и о том, что происходит во всем мире. Казалось бы, такое понятное и справедливое утверждение. Но нет, хакасские власти признали его антисоветским. Печать – это единственное орудие, с помощью которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем нужном ему языке. Вот как-то так по-ленински правильно. Как только в Хакассии начались аресты по делу сибирских тюрок, местные власти, не дожидаясь судебного вердикта, поспешили вынести свой вердикт книгам, написанным участниками дутого процесса. Вот эти книги прямо свозили на место и разжигали все. Сильпо-магазин. Здесь привезли учебники новые перед началом учебного года. Но мы, естественно, побежали все. А там это работник Сильпо топором рубит кучу книг новых. Рупит топором. В числе арестованных по делу контрреволюционной националистической группировки в Хакассии имеется 16 человек работников культурного фронта, в том числе активные авторы и переводчики хакасской литературы. На сегодняшний день изъято из обращения 10 изданий на хакасском языке. Через пару месяцев областные власти поймут, что погорячились. Пятерых из перечисленных выше участников процесса новосибирский суд признает невиновными. Вместе с оправданными коллегами Самрин снова вернется к работе. Впрочем, отсрочка будет недолгой. Когда в 37-м году в Хакассию спустят цифры на арест и расстрел врагов народа, о деле сибирских тюрок снова вспомнят. Ведь чтобы репрессировать нескольких тысяч жителей области, понадобятся серьезные основания. Тогда и возникнет идея о том, что буржуазные националисты не только не угомонились, но и стали более опасны и многочисленны. Вновь арестованным хакасским автором припомнят и сибирских тюрок, и литературные огрехи. Только на этот раз суд посчитает предъявленные обвинения достаточными для расстрельного приговора. Издания опять полетят в топку. Но их будет уже не десять. С 1936 по 1937 годы буржуазные националисты перевели на хакасский язык в искаженном виде и издали учебники общим тиражом 179 тысяч экземпляров. Вся литература изъята как контрреволюционная. В 30-х казни книг прокатились по всей стране. Однако вскоре становится ясно. Если уничтожать все издания, авторы которых признаны врагами народа, или на страницах которых упоминаются опальные государственные деятели, то в Советском Союзе просто не останется учебников. И тогда из книг стали вымарывать отдельные страницы. И нас просили, значит, вот такие-то учебники, вычеркните про Сыра Блюхера. В 37-м примерно то же самое происходит и с портретами известных хакасских деятелей. Красные уголки и почетные доски опустили. От греха подальше вычищаются и домашние фотоальбомы. Мне больно было, когда я видел каких-то знакомых и заходил, там коллективная фотография висит, допустим, отец среди комсомольского актива. И обязательно у отца выкрыл на глаза. Именно Михаила Торосова органы госбезопасности решают назначить главой Возрожденного Союза Тюрок. Влиятельный областной руководитель Хакас, он как нельзя лучше подходит на эту роль. Торосов все отрицает, но следователям все же есть за что зацепиться. Отец вышел тогда с инициативой, ну, был председателем областполкома и, естественно, видел, что будучи в статусе автономной области никаких вопросов не решишь, что все решает край. У области нет ничего. Это автономия, это декорация, это такая пустышка, политическая пустышка. Да, я недоволен тем, что Хакасская автономная область входит в край. У меня сложилось убеждение, Хакасия должна выделиться в самостоятельную автономную республику с непосредственным подчинением СССР. Я считаю, что пребывание в крае сдерживает развитие Хакасии. Почему? Потому что ни одну экономическую инициативу Хакасии край не поддержал как нужно. Наоборот, все, что Хакасия отвоевывает у правительства, край урезает и не дает ей полностью. Все, что Хакасия строит, это результат нашей работы, а не результат руководства края Хакасии. Это признание и станет роковым для Торосова. Его слова доведут до абсурда, а для убедительности припомнят давние командировки. И его поездки, допустим, в Таву на празднование, 15-летняя годовщина Туги, в 36-м году, расценивали, как он выезжал для связи с японскими шпионами, что ли. Раскрученное до невероятных масштабов дело буржуазных националистов, как воронка, затянет десятки других самых активных и самых подготовленных представителей национальной интеллигенции. Потом, после разоблачения культа Сталина, всех оклеветанных оправдают и реабилитируют. Многих посмертно. Однако развитию хакасской культуры это уже никак не поможет. В литературе, мы говорим, это безвременно, да, наступило безвременно писать никому. А кто остался, они просто боялись писать, что-то там публиковать. В итоге в немилость попала даже хакасская письменность с таким трудом созданная. Причину низких показателей по ликвидации неграмотности власти нашли в алфавите. А виновными во всех промахах назначили все тех же опальных лингвистов, которые возразить уже не могли. Латинизированный алфавит по существу был навязан хакасскому народу буржуазными националистами. Он является тормозом в повышении грамотности и культуры хакасского народа. Обком и облсполком пришли к выводу о необходимости введения в области русского алфавита для хакасского языка. Хакасия действительно с большим облегчением перейдет на русскую графику. Вырастут и талантливые писатели, и поэты. Расцветет национальная культура. Но раны 30-х так и не затянутся. Если бы у нас тогда интеллигенцию не вырубили, то у нас бы культура Хакасии была бы сейчас выше. Символично, что через 50 лет идея Торосова о повышении статуса хакасии до республики, стоившая ему жизни, возникнет снова. И именно Торосову предстоит воплотить ее в жизнь. Но уже не Михаилу, а Владиславу, его сыну. Видимо, так было на роду написано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова